добрый день друзья у нас холод такой я сейчас просто в гостях и смотрите вот виноград висит до сих пор конечно он уже холодный лидия его надо собирать срочно я возьму только чуть-чуть на еду меня вот пригласили ну я бы если пино можно делать я бы вино сделал этот лидия как было на в празднике вина такой же сорт такой же сорт но холодно сегодня ветер холодный температура около нуля короче дурдом а я просто решил виноградик он набрать для еды чисто для еды 12 ноября мы еще в одном месте смотрите сколько винограда видите сколько винограда его здесь вот сколько то есть его можно снимать снимает снимает и делать вино и делать и делать и делать но это еще не все я вам сейчас еще покажу вот сколько винограда вот сколько винограда я столько уже не съем это сто процентов три минуты работы и вот столько винограда в ведре доброе утро друзья 13 ноября на кубани первый снег вот так вот холодно ветер так как снег это поэтому сюда засыпало немножко снега сарай как через фронтоны они ведь не закрыты были бы закрыты не было востока снега здесь нету но я вам скажу все равно что он растает буквально может быть даже завтра вот немного стало посветлее видите сразу начала листва у ореха опадать мороз шлепнул сегодня минус 4 оказывается градуса тепла чуть не сказал холода вот так вот орех сейчас снег все равно этот хоть и идет сейчас он все равно растает вот в эти дни и листу придется конечно собирать вот пленка выдерживает все но во фронтоны засыпается снег вот боковой ветер и поэтому там снежок немножко я думал что пронесет ну ладно не понесло вот сегодня у меня домашние работы тут я сейчас проверю тоже видите у меня здесь не совсем герметично мне надо будет здесь еще утеплить я не стал вытаскивать кондиционер такая вот билиберда придется как-то утеплить ладно холодно холодно друзья хо друзья я вот томатный сок баночку распечатал маленькую небольшую у нас тут было еще осталось 3 литровая банка и одна маленькая и его сейчас просто держу в холодильнике потом выливаю и размешиваю солью как мы раньше делали и тут решил прочитать полезен как насколько полезен томатный сок оказалось что он там кладезь всех витаминов и янтарная кислота и любые другие и витамины pp там b способствует работе там мозга все такое прочее но там была такая маленькая ремарочка что этот сок полезен именно домашний потому что соки которые из томатные делают с крахмалом и белками они могут вызвать мочекаменную болезнь ну еще и там есть предостережение что нельзя его пить при язвенных болезнях потому что он такой да так вот заметьте что все магазины и соки томатные по сути составе имеет крахмал потому что когда вы их вы даже выливаете он такой бархатистый какой-то такой вот пьешь его как будто немножко такой густой бархатный это принципе добавление крахмалов потому что вот я томатный сок домашний сейчас вот когда брал из холодильника он все равно на две фракции разделился одна прозрачная вверху другая внизу такая плотная и обязательно перед употреблением его надо взбалтывать вот но я никогда не видел ну те тропа как же продаются соки чтобы там фракция отделялась вот даже когда ты его наливаешь стакан он все равно фракция остается томатного сока из тропа к одинаковые это наверняка там есть какие-то связывающие элементы которые не дают соку разделиться на две фракции поэтому пейте домашний томатный сок вот чем об этом хотел сказать снег разгулялся не на шутку довольно много его выпало да вот фронтоны видите не закрыто поэтому здесь сарайки у меня тоже снег к сожалению вот ну хоть такого нет так я пришел туда за фортуны я там делаю душевую кабину выпрямляя чтобы нас было надя радовалась тут своему пейзажу что они тут все снегу вот все замело снегом тоже в общем снег здесь снег я буду скребать свою машину опять и сразу орехи видите посыпали листья от орехов по такими кусками орех сразу по морозу скидывать все листья доброе утро друзья 14 очищаю машину от снега привычная работа этой работой занимался много много лет почти ну я не имел машины там пятилетнем возрасте но 30 лет я занимаюсь уборкой снега знаете я вчера видел школьники катались на дорожках там разбегается и катаются они такие были веселые а я другу позвонил который тоже с Дальнего Востока приехал говорю снег выпал ты рад да ты чё говорит я наоборот в шоке от снега уехал а тут опять снег падает да что ж это такое поэтому вот я вам скажу даже вот третий год пошел как мы здесь живем и видя вот эту картину она для меня настолько привычная что она не стерта с памяти вообще и вряд ли будет стерта то есть снег как сказать но пришел от снег то есть для меня это событие вообще так обыденное чё ёжик хочешь домой иди 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 грейся давай заходи вот а то он шатался где-то так что вот ну нас такой знаете нас как бы сверху потаившись сегодня конечно же будет все таять обещали плюс 2 но грязи будет куча сейчас по крайней мере грязи нет поэтому снег он конечно здорово потому что он не делает грязь но он здесь ходит постоянно и поэтому будет грязь лучше пусть он сойдет и чуть-чуть подсохнет даже но дожди не дадут конечно подсохнуть почве короче у меня к снегу только воспоминания понимаете я не скажу что я ему рад лучше солнечный день и море ну что ж поделать ладно ладно вот как выглядит наша есенка около дыка все в снегу снег ну такой начинается подтаивание моего там вот синее небо я надеюсь она выйдет сегодня и снег этот весь начнется сходить конечно к вечеру будет скорее всего гололед как всегда ничего справимся кстати опыт вождения на гололеде на любых покрышках у меня имеется очень большой десятки нет так как здешний народ все-таки не избалован этим но что там бывает гололед падает то есть видно сразу что мастерство все-таки вождение по снегу у некоторых автомобилистов не очень трасса до есть к нынче вот такая дорога сложная снежок ледок и в общем-то не знаю была ли снегоуборочная или сам он растаял видать кто-то сильно спешил машина вот даже здесь на ельской трассе улетела вот такая вот петрушка вот приехал домой и как ожидалось снег немножко растаял сейчас такой липкий стал вот как вот снеговиков обычно лепит немножко просел но весь конечно не ушел вот такой такая вот осень тут немножко конец отвалилась с крышку еще не сошло ну ладно бог не замерзайки стеклоомыватели нигде нету ладно такая зима короткий очерк о зиме о начале зимы ладно капель ладно друзья следующим роликом будет чем более повествовательное сегодня сделал очень важные дела очень потом расскажу пока